Кто сильнейший в Сибири? С 28 по 30 апреля на стадионе «Красная звезда» юные регбисты Новокузнецка, Прокопьевска, Алматинской и Омской областей выясняли, кто лучший. Состязания Сибирского федерального округа среди ребят не старше 15 лет получились эмоциональными. Неудивительно, ведь на кону возможность защищать честь региона на всероссийском уровне. В регби начали играть еще в 19 веке. Этот вид спорта появился в Англии. Тогда спортсмены использовали вместо мяча мочевой пузырь свиньи, который был примерно такой же формы. С тех пор и появилась традиция делать его овальным. С такой формой мяча удобнее передавать пасы руками, но также в регби не исключены и удары ногами. Руками, ногами и слаженными действиями внутри команды достаются победы в регби. На первый взгляд этот контактный вид спорта кажется жестким, но травмоопасность здесь не выше, чем в классическом футболе. Тем более, несмотря на юный возраст, на поле не дилетанты. У нас же идет специальная функциональная подготовка, то есть они должны быть физически прежде всего готовы. Потому что да, они делают захват, это очень контактная игра. И если ты не будешь физически готов сильным, конечно, тебе его сотрясение сделать, разбить, сломать что-то. Но вообще мы уже готовимся, не первый год мы играем, поэтому дети готовы. Это контактный вид спорта. Здесь надо быть умным, сильным, смелым, не бояться ничего, не быть трусом. На поле мы все враги против друг друга, а вне поля мы все друзья. Умные и сильные ребята сыграли турнир по круговой системе, и команде «Буревестник» из Новокузнецка удалось набрать наибольшее число очков. Это позволило регбистам Кузбасса стать обладателями золотых наград. Серебро завоевали спортсмены Омского Асгарда. В Новокузнецке регби развивается около 60 лет, в Омской области около 6 лет. Ладно, это выглядит как оправдание, но в целом не хватило завершенности своих острых моментов, а у Новокузнецка они были. Плюс ребята есть покрупнее, к сожалению, в юниорском и детском регби такие факторы имеют огромную роль. То есть, если в команде есть парочка здоровых ребят, они рвут линию защиты и заносят попытки. Тут уж какие бы быстрые не были у нас нападающие, к сожалению, результат сложно добиться. Но можно. В целом мы всегда боремся, но, к сожалению, в этот раз в сухую. Замкнули тройку призеров гости турнира «Казахстанский Олимп». Сборная Сибири будет сформирована из сильнейших игроков прошедших соревнований. Костяк составит команда победительного «Кузнецкий Буревестник». Но и у омских парней остается шанс попасть на национальное первенство, которое состоится в июле в Бьёшкарле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова